Многолетние сорняки Есть на сайте 6 или 7 видео, как готовить почву Почва, если есть многолетние сорняки, это значит пырей, кернуага Если есть осод, скажем, розовый Если есть другие многолетние сорняки, надо применять тотальный гербицид Тотальный гербицид применяется не после дискования А когда очень хорошая погода, не жарко И по листьям, а не надо, чтобы там пастись коровы, козы Месяц, а потом выдают тотальный гербицид Не будет листьев, не будет всасывания гербицид Вы вносите хорошую дозу 5-6 килограмм Значит, раундап макс Неделька проходит Он проникает в растения, в корни, убивает их После этого вы дискуете и делаете такое рыхление Тогда у вас будет нормально Вы дали диски, пак чернила После этого у вас поднимаются ваши орехи И поднимаются осод Паланида Керноага Киркозону Ряну И вы начинаете химичить Очень важный момент Очень многие сады погибают из-за этого Я буду давать гербицид Я буду деревья защищать Я буду ставить на них кулек Я буду ставить на них мешок Я буду их обрабатывать Это глупость Глупость У ореха идет корень стержневой Идет корень питающий под поверхностью На глубине 15 сантиметров И от этого корня всасывающие корешки идут наверх Вы, взяв, применили тотальный гербицид Или другой почвенный гербицид Эти корешки его поймали И на второй год, видите, начинает желтеть орех Через три года он уйдет И вы даже не будете знать, почему Будете жаловаться, что Киркозон дал плохой материал В Ореховом саду категорически нельзя применять гербицид Вам будут советовать В агромагазинах, на фермах Применяйте, но это хорошо Это не хорошо Нигде это добром не кончается Применяйте гербициды, когда готовите почву Очистите почву Надо два раза внести тотальный гербицид Носите В мае, потом в июле Так Мелкая или заглубленная посадка Мы говорим Об этом есть в книжке И об этом на сайте И 10 раз 10 есть видео по посадке сада Место прививки на уровне почвы Кое-кто копает яму глубиной метр Накидает в нее земли Потом ставит на уровень почвы Прививку, потом поливает Она идет как на лифте на 20 метров вниз И получается, что ствол под почвой Другим лень копать ямы Люди не проконтролированы Они, значит, посадят Почва осела И корни на поверхности Есть такой материал Гиблая посадка Это Украина 70 гектаров сада убитого Там более половины корни на поверхности Значит, если вы за этим не проследили Вы останетесь без сада Значит, насчет навоза Многие Я вам говорил на улице Что навоз и без навоза садили И так Если мы поставили без навоза И жара, какая у нас бывает часто А бывало в 2012 году было плюс 76 на почве Вы полили До вечера высохло Вы делали грехление Через день снова полили Полили 10 раз Один человек мне пишет Что я полил уже 11 раз У меня орехи гибнут, желтеют Проверь воду Проверь воду 2,5-2,7 грамма на литр А он поливал по 50-70 литров Он полил 700 литров воды При такой минерализации Это получается 2 килограмма Соли Поваренной На то дерево И он убил корни Почему растение ореха Не растет на солончаке Он делал солончак в своей ябке Потому что он часто поливал Он делал затраты сумасшедшие На трактор, на полив На рыхлении И убил в конце концов Свои растения Если у вас есть навоз Вы его поставили Мы многие вопросы решили Избыточный, недостаточный полив Я показал Если под навозом влажно Полив отменяется Может 80 дней быть без дождей Но если под навозом влажно Не лезьте с поливом Если уже под навозом Земля серая, как рядом Поливайте Не поливайте 5 литров Поливайте 40 литров И поставьте навоз Она через навоз пройдет И все Теперь отсутствие мер защиты После этих дождей Начались звонки У меня растения Листья почернели Там чернеет На стволике пятна Такие черные Значит А что вы делали? Какие обработки? А никаких Надо хорошо понимать Что такое Растение Скажем Взрослого ореха И что растение Малыш Вот который вы видели Он находится низко Когда идет дождь Ветер Или там град Капли ударяются в почву Ветер кидает капли С почвы На листья На стволы А в почве Весь запас Микрофлора И в том числе И патогена Забывая туда ходить Вот это вот У меня Я вам на семинарах Показываю Дайте по рядам туда Передавайте Смотрите Вот видите Тут полностью Окольцован саженец Тут все съедено Видите? Съедено Все как раз съедено До дерева И таких саженцев Передавайте Туда смотрите Да Передавайте Смотрите Человек Вы знаете Куда смотреть Или нет? Вот Ацвей Вот он Полностью Съеден Это работа Майского хруща Личинки Человек Посадил 70 гектаров сада А он Отлично Начал расти Видите Вот это вот Что у него Выросло От весны Вот это все Это выросло Видите? Какие толстые побеги Вот Они выросли Вот это все Выросло Первый год Они были же Длинные побеги Были полтора метра Потом он звонит Мне в августе И говорит Николай Федорович Вы продали мне Больные саженцы Они желтеют Гибнут Надо разбираться Ну я поехал туда Да еще перед этим Говорю А ты там копался? В земле Не копался Говорю Покопайся А там вот такие белые черви Они что-то грызут Под каждым деревом 3, 5, 8 Вот таких толстых червей Сад был посажен Сад был посажен По раскорчеванному Старому саду Запущенному И там было И там был этого вредителя Море Он не обратил внимания Сад пожелтел Не сразу Сад начал Отдельные деревья Отдельные листья Желтеть Он должен был Включить Соображалку Посмотреть В чем дело Сам не соображает Позвонил Бескоп Покопайся Еще в июне месяц Он покопался бы Ни одной из этих деревьев Не было окольцовано Но кто-то На ком-то дереве Он начал больше повреждать Я бы дал указание Возьмите там Банку Би-58 Килограмм На тонну воды И полейте там 15 литров Все Все личинки убиты Деревья спасены Еще можно поставить Там 10 килограмм Мочевины Для подкормки Все Он Деревья кричали Они плакали Они вопили Мы гибнем А он себе там Или не был Или ходил И спал Или радовался Он большой хозяин 70 гектаров сада посадил Практически все деревья погибли Сад пришлось пересаживать Другой случай На Украине В Днепропетровской области Очень активная такая Леди Не будем называть ее фамилию Значит Ну Присылает мне Весной В апреле Месяце Фотографии Орехи Полностью Я показывал Здесь есть на сайте Полностью Объеденные мышами Полностью Огрызенные мышами И там еще стоит Агроволокно Мульчирующие Пленки Мульчирующие И там видно Солома такая Хорошая Ячменная Значит Посадили сад Не поставили навоз А поставили Солома А солома Бывает Если уборка Такая Не В плохую погоду Так в этом тюке Плохой обмолот Зерна Там 30% Тюк не оторвешь От почвы Они поставили туда Такой соломы С зерном Потом поставили Сверху Пленку Мульчирующую И создали Под каждым деревом Обширитие Для мышей И кто бы За лето Вот они посадили Марти Потом Значит Все это сделали Кто бы летом Посмотрел Что творится там Ну Увидел Что есть норки Увидел Что где-то Начали грызть Ну Взял бы Таблетку шторма Сунул бы Под каждое растение Это копейки Стоит этот Флакон шторма Где-то Лей 150 А там 500 таблеток 500 таблеток На 5 гектаров И все Но некому Она пишет Что агроном Самоустранился Там все Самоустранились И сад погиб Большой сад 40 гектаров Сад надо любить Надо о нем Заботиться Надо Чаще в нем Бывать Надо смотреть Надо Быть с ним В контакте Это как ребенок Когда ребенок Плачет А ты думаешь Он дурачится И не обращаешь На него внимания А он плачет Потому что У него совсем плохо Но он не может Тебе сказать В чем дело И можно потерять ребенка Такое бывает А с садом Бывает чаще Сорняки Если их много В саду То что они забирают Питательные вещества Это Это реально Но Есть проблема Цикад И эти цикады Я не буду показывать Страшно смотреть На эти деревья Что от них остается Убери сорняки Не будет цикад Просто элементарная Прошелка Хорошая подготовка Почвы Посадки Все Вот эти вот вопросы Если Это простейшие вопросы Значит Их надо просто Напросто знать Система защиты Продолжение следует... Продолжение следует...